Всем привет. Спасибо, что вы подключились. Хотел сказать по экрану, но у вас уже поздно. Сегодня я хочу рассказать про Data Virtualization. Не будет никакого такого DeepDrival, но рассказать вообще, для чего это есть, потому что это становится более популярным у клиентов, или кто-то продал это из вендоров, и они хотят это, или они просто где-то слышали на конференции, или прочитали, и не совсем понимают, что это такое, но хотят себе, и поэтому нужно быть осторожным, на что обратить внимание, какие опции есть, и покажу, в принципе, несколько опций. Меня зовут Сергей Ланякин, я Big Data Architect в компании и вы получите вопросы после сессии, это мои контакты, вы можете ответить про этот топик или про другие, в принципе. Агенда – это про что мы будем, для чего нам Data Virtualization, почему возникает вопрос, что нужно Data Virtualization, и какие проблемы она должна решить, и в принципе, в принципе, и в том числе, что она пересекается, в принципе, с вопросами ИТЛ, и, естественно, Enterprise Service Bus, то мы там табличку, подивимся по кейсам, где что может быть использовано, и на что обратить внимание. И поговорим про тулсет, которые, в целом, фичи, возможности Data Virtualization тулев бывают, разновидности и какие-то примеры, которые на слуху бывают, и используются. Ну и демо. Data Virtualization, в принципе, говорит сам за себя, это плеер, который виртуализирует, он закрывает всю комплексность Data Services от пользователя. Дата Сурусов всегда бывает много, особенно в Enterprise компаниях, потому что они развиваются або неконтролирующие, або просто быстро так вышло, и у них всегда в Дата Сурусове очень много, они реаляционные, нереаляционные, какие-то файлы, веб-сервисы, разные базы данных разного типа, и у них всегда становится проблемой анализировать эти данные, которые там берегаются. Кто-то там уже создал себе Data Warehouse, но все равно они используют например, на более 30% Data Services в компании есть. Неможливо все заплатить в ДТВ Хаусе. И всегда есть пользователи, которым хочется доступиться к каких-то Data Сурусов. Их нет в ДТВ Хаусе, або они хотят быстро получить и просто посмотреть, какие данные там есть. И они не знают как доступиться к данным, потому что только IT контролирует эти sources, або даже в IT мало кто знает, где тот сервис, и кто их руководит. но разные типы пользователей бывают в компании. Я всегда выделяю три виды пользователей. Это менеджеры, которые смотрят, экзекьютеры, которые смотрят дашборды, им интересуют лишь какие-то цифры чтобы посмотреть, или плохо или плохо работают процессы в компании, или нужно инвестировать куда-то или закрыть какие-то магазины отделения, но это всегда какие-то три или семь цифр, на которые нужно смотреть, или графики. И вторая группа cross-точек, это аналитики или обычные менеджеры и им нужно более гнучкость, им нужно не просто смотреть на какие-то цифры, им нужно пограться с цифрами, им нужно делать слайс в разных разрезах, для чего мы и строим теории хаосы, или семантичные лейеры на олапах, на каких-то табулах, для чтобы можно быстро менять разные комбинации и смотреть разные вариации результатов графики. но им не нужно до самих сурсов, у них тоже есть ограниченный диапазон сурсов, до которых им нужно доступиться, и в целом им хаоса хватит. Иногда только могут быть какие-то сурсы, которые они хотят подключить и поделиться аналитику. Но это относится к третьей группе использователей. Это более продвинутые аналитики, дата-сайентисты, которые хотят задавить в какой-то сурс данных. Им всегда нужно больше и больше данных, чтобы проверить какую-то гипотезу и увидеть, что будет вело от этого нового сурса, от этих данных, от того, как мы данные подфильтруем, почистим, агрегируем. Они всегда играются с данными. им нужно доступ к большей количести сурсов, как они трансформируют эти данные. То есть дать хаус не хватит, потому что там все контролируется ИТ, и все предфинити, все калькуляции, все трансформации. им нужно больше гнучкости. И просто так им доступ никто не дает. И всегда надо это контролировать. если сурсов много, это очень тяжело сделать. Поэтому появился набор тулей, как Data Virtualization, то есть лейер, до которого подконнектуют все дата сурсы, которые в компании есть. Он скрывает всю комплексность того, как вы коннектитесь. не нужно там connection string к каждому сурсу делать. Data Virtualization позволяет это использовать один connection. То есть один connection string. Мы берем все сурсы и подключаем к Data Virtualization. Data Virtualization уже дает 1 connection или GDBC, ODBC или ZIFT или еще какой-то OData. И тогда мы можем уже наши тулы подключать только этот connection. И в зависимости от того, до чего у нас есть доступ, мы будем видеть тот или другой source и что в нем есть. Таблики, какие-то интитеты. Это проще доступ к этих сорсов, легче контролировать, потому что теперь это один entry point до всего. И тут мы можем уже забезпечить, задовольнить потреб в целом трех групп. Всех трех групп, но это будет зависеть от use кейса. Что самое мы можем задовольнить. Я сказал, какие проблемы собираются решить, когда мы говорим про дата виртуализацию. что у нас много дата сорсов, с обмеженным доступом и очень сложно доступиться к ним. То есть правила, за которыми надается доступ куда-то. Центр access point. То есть нужно, чтобы доступ к этой разнообразности дата сорсов был через один entry point. Чтобы было легче мониторинг, аудит делать, доступ контролировать. Надо быстрее аналитику делать, time-to-market. Когда мы говорим о time-to-market, это всегда нужно увидеть бенефит от какой-то аналитики. Или мы видели, нужно имплементировать этот график, чтобы им начали пользоваться за дни, не недели или месяцы. Все проекти по дата аналитике, которые драйвуют IT, полноценные проекти, это всегда какой-то добрый процесс. Если появилась идея и нужно проверить, запустить, то нет времени и в принципе дата виртуализация может позволить это сделать. У меня всегда асоциируется дата виртуализация с сервисом больше, потому что она как раз позволяет доступиться с сервисом подготовить как-то играть с данными и быстро подключить дашбор до этого. Даже даже дашбор и какие-то графики отдельные отдельные. Ну и как видимо use кейсы тоже подходит к тому, чтобы какой-то сервис или тайм-то-маркет пришлить. Есть кейсы, потому что оно пересекается, мы доступны к данным, так, мы коннектимся и что-то с ними делаем, то оно пересекается с ETL. И тут иногда плутают клиенты, потому что они думают, что они могут заменить полностью весь ETL. Давайте все заменим дата виртуализация. Просто накладываем на наши source данные и рпс, рм, дата виртуализацию и построим ETL и оно будет тягать. Это не всегда правильно, потому что начнут проблемы с перформансом. Это все-таки source системы, некоторые из них critical, и если мы начнём ETL прям на прямом живых данных делать, то у нас будут проблемы с системой перформансом. Или мы много денег потратим для того, чтобы этот перформанс увеличить. Поэтому нужно быть очень осторожными и поговорить, смотреть, какие кейсы у клиента есть, и пытаться правильно использовать дата виртуализацию. Проблемы с перформансом и системами, клиент будет незадоволен. Итл нам очень необходимы, потому что это более стабильный интерпрайз репортинг. Репортинг, которые у нас есть в ДТВ рехаусе, которые мы знаем, что нам нужно каждый день делать тиждень, каждый месяц. При агрегации мы готуем стар или снафлекс схему, и у нас есть предъявленные репорты, которые используются топ-менеджментом каждый день, какие-то менеджеры делают слайс-н-дайс. Им нужна стабильная система с гарантированным перформансом, и с гарантированным тем, что данные будут гарантированно постачаться. Итл больше всего подходит. Дата виртуализации больше для аналитики кастома 360 или 720 то, как называем. То, если нужно много сорсов использовать для аналитики, чтобы увидеть целую картину, пограться с данными, она больше подходит для реал-тайм инсайтов, когда данные часто меняются, и там, где используются Итл, даже что година забирают данные, будет недостаточно. Надо посмотреть на живые данные, которые данные в хаусе нужно быть осторожным, потому что нужно много тюнинг, смотреть на use кейсы, workloadы, которые будут клиентов, от кастомера, и то, как они консюмуются. Все таки нужно немного предефинить, какая трансформация имплементуется, и какая калькуляция там будет. Потому что если все подряд, что у нас будет делать, то у нас загнется система. И так как дата виртуализацию всегда используют, чтобы объединять данные из разных систем, то в дата виртуализации оно сразу в момент, когда мы query. Это означает, что у нас лезут данные из одной системы, из другой системы, они начинают на лету joinиться. Это performance. И если будут очень комплексные query, много калькуляций, то мы не получим того бенефита скорости и реалтайм инсайта, который мы ожидаем. enterprise систем баз для интеграции и реалтаймов каких-то, поэтому нужно смотреть, если у вас только use кейсы, такие, что нужно синхронизировать какие-то аппликейшены между собой, гонять данные между ними, або только постачать реалтайм данные на дашбор и сенсоры, это больше USB подходит. и как я сказал, дата виртуализация больше подойдет до сервис аналитики, POC, або какого-то квитвини, то если менеджеры решили проанализировать какие-то цифры из какой-то системы, и у нас вся система уже есть в дата виртуализации подключения, то мы можем это сделать очень быстро, проверить гипотезу, и может даже сделать какой-то чартик, на который можно смотреть, он будет полезным в большинстве, или не будет полезным, и после этого, когда мы уверены, что это очень полезный чартик, очень полезный репорт, цифры, мы можем перейти, репортом. И еще один кейс – это Metadata Discovery Enrichment, это больше для дата сайентистов, дата стюартов, тих, кто исследует дата сурсы, кто хочет найти новый сурс для аналитики, для них это очень важно, то же самое в дата сурсе, какие данные, какие колонки, да, спробовать их как-то почистить, или нужно их чистить, или не нужно, какие типы трансформации это для них, это не для топ-менеджмента, а для менеджеров, это больше для тех, кто хочет больше гнучкостью играть. И дата виртуализация это даст, потому что будет один антрепоинт, и возможно доступиться до всех сурсов без того, чтобы подключить, налаштовывать коннекшн стримы какие-то. Все эти виртуализация тулы, они основно имеют наступные возможности, основные, я их поделил на основные и дополнительные, потому что основные в принципе есть у всех, а дополнительные тут уже вариации, кого-то их больше, кого-то меньше, кто на чём фокусируется, кто когда начал разработать, у кого были какие-то клиенты. И базовый всегда включают, и это просто must-have для дата виртуализации, это возможность подконнектиться до какомога большей количества сурсов, это набор коннекторов играет, у кого больше, тогда продается лучше, или это будет стронг как рум main, когда купят систему, так, возможность делать joint, то есть объединять эти сорсы в середине, и сингл entry point, то есть тулла надает возможность подконнектиться до всей комплексности этих сорсов, используя используя коннекшн, это коннекшн стрим. И додатковый, то есть каждый покращивает свою систему, это всегда кешен, в принципе его можно перенести в base, сейчас он просто must have, без него никак, когда все join все таки для того, чтобы увеличить возможность смотреть эти данные, то нужно их кешать. Пуш предикатов для перформанса очень важно, потому что наша сорс-система тоже как-то оптимизирована для каких-то фильтров, и если мы попробуем этот фильтр на нашем Data Virtualization, нужно этот фильтр сделать на сорс-систему, чтобы сорс-система повернула меньше данных, это очень важно. Квери оптимизации, то есть инжины вбудованы в Data Virtualization, они сами оптимизируют ваш query, потому что вы используете разные дата-серсы, они подстроят query под тот сорс, который они отправляют, чтобы оптимально использовать мощность сорс-системы, и меньше количество данных и быстрее. дата-каталогов 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 за каким-то тегом, что нам самое интересное, данные о клиентах, данные из какой-то фабрики сенсоров, данные из какой-то селеры, где у нас про наши магазины, нам нужно дата-каталог для этого. И некоторые строят, некоторые интегруются с существующими. много из них используют Memory Engines, для того, чтобы калькуляции делать внутри, то можно, когда вы создаете какие-то преагрегаты, лучше их делать в Memory Engine. Додатковые фичи это Monitoring, Security, Аудит, но они очень важны, потому что теперь у нас есть один source для всех, и нужно контролировать, монетировать, кто как использует его, для того, чтобы перформанс, тюнать, секьюрити, контролировать, кто что видит, чтобы все ломились, имели доступ сюда, и аудит, в принципе, для всех регуляций, GDPR, FIPS, они потребуют, чтобы мы контролировали, кто имеет доступ, и записывали, кто имеет доступ, куда и для чего, чтобы потом дать эту информацию, что это были персональные данные, кто имел доступ до моих персональных данных. И также возможность построить Datamart внутри, те, которые делают writeback, то не только мы можем читать и писать в тот сорс, и возможности даже Enterprise Ройлбас бывают такие очень большие мощные системы, очень дорогие, которые все это имеют в себе. Например, я покажу архитектуру, как она выглядит. И какие тулсеты мы можем посмотреть, наиболее популярные. В принципе, все BI-толы, можно сказать, позволяют сделать вам Data Virtualization, потому что все BI-толы, как Power BI, Tableau, Click и другие, все позволяют вам объединять эти датасорсы, сделать relationship между Entity, между ними, и они все позволяют это сделать через один интерфейс. У вас одна тула, вы через нее все подключили и теперь можете пользоваться. Поэтому BI-толы, можно сказать, это очень просто Data Virtualization. Второе это SQL Server Polybase и Polybase, который позволяет нам сделать экстернл таблики, которые будут выглядеть как обычные таблики в SQL, и подконнектить с внешних сурсов. Это реляционная база данных, HDFS, Storage, Data Lake Storage, S3, Blob Storage, и мы подконнектим все эти сурсы, они у нас SQL Server как таблики, в принципе, мы можем их join-ить и сбилдить, использовать как и Source для того, чтобы сбилдить Datamart. Можно сказать, что это будет а-ля на Logic Datamart. Полибейс он безкоштовный сиквелом, поэтому если есть сиквел больше, чем в 2016 версии, но чтобы иметь больше коннекторов, лучше уже в 2019 смотреть. Conduit. Эту систему я увидел в принципе где-то два месяца назад. в первый раз, даже не слышу про нее, и она выявилась очень интересной, потому что в принципе она очень простая, очень легко подконнектить к дата сурсов, она делает join-и на своей стороне, она оптимизирует и join-ит, ковыряет и потом возвращает результат, там пусть предыкейт контролирует моніторинг и access, но она чисто дата виртуализация, то подконнектить к дата сурсов и сантести играли, а по сурсов 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 для этого это очень классно подходит. И она намного меньше, чем все остальные. сурсов наступно я хотел бы рассказать это дремьо дремьо это дата виртуализация плюс логик датамарты они там используют Apache Arrow для того, чтобы коннектиться и уменьшить латинцы не латинцы, а час, на который мы завжди делаем сериализацию и десериализацию кристочки Apache Arrow они могут до одного формата данные приводятся и в memory поэтому это очень быстро. система очень интересная в принципе дата сурсов основные до которых мы можем подконнектиться сейчас они выпустили даже в Датахаб для того, чтобы сделать свои коннекторы если вам не хватит и в принципе объединять это в один дата сурс поверх этого вы можете сбилдить логик датамарты который будет кешованный even memory и экспозиции через один ODBC коннектор вы можете випростовывать BI тулы чтобы подконнектиться посмотреть анализировать данные здесь можно на нем обилдить аналитическую систему потому что эти логик датамарты они можно сказать даже немного физические потому что эти все агрегации они как in-memory табулы они держатся в физическом состоянии и вы можете очень быстро анализировать слайс на анализировать данные набор dimension и когда мы играем все калькулюется на дефлай и если у нас не было какого-то або мы дименшины добавили або добавили его в то его там не будет и мы не сможем анализовать в этом разрезе в дремео если у нас все дименшины мы сделали рефлексион с одним набором дименшин а кто-то начинает использовать другие то он автоматически перекалькулюет для этого сделать новую вьюшку и не нужно никакого вручения с боку айти чтобы это сделать но сбилдить всякие все же таки нужно доработать этот функционал как он делается там строится join несколько и и какая-то калькуляция так логичная все же таки не очень удобно это еще и оно мне очень напоминает трифакту интерфейс очень похожий я понимаю это было с нуля сделано но оно очень похоже как делается этот датабрендинг подготовка данных и наступно днодо это такой очень мощный инструмент у него много много всего я даже покажу архитектуру у них основное ядро это подконнектить и закомбинить данные и использовать через один entry point но с левой и с правой очень много всяких вещей они очень громоздкие нужно время чтобы это сконфигуровать и они стоят много денег поэтому нужно быть внимательным рекомендовать его или реально оно всегда на слуху очень популярно в интернете но нужно быть внимательным когда рассчитываться на какой-то проект потому что много всего больше всего вам не нужно но деньги стоят много она позволяет это другие системы которые позволяют использовать есть ядро можно подконнектить и закомбинить данные а какую мощность использовать для того чтобы делать все джоины или логичный детамарк можно подконнектить с внешней MPP системой где можно интегрировать с Hadoop с парком и можно подконнектить на импале для того чтобы построить MPP своего у них нет но они могут интегрировать с такими внешними для того чтобы использовать их мощности и в принципе Optimization Engine они там рассказывают что он очень много всех оптимизаций делает что даже любые комбинации калькуляции Optimization все это для дата сурсов сделает оптимизирует отправит но все таки нужно посмотреть эти кейсы которые у вас есть и потратить время чтобы подключить это автоматически не всегда хорошо все таки сурсы у нас разные и мы не можем задоинить два сурса на разных системах нам все таки нужно данные затягнуть кудись чтобы это сделать ну и другие опции то другие solutions в принципе много у каждого они там разную опцию комбинуют у себя с перфорансом это основное это знать юзкейсы которые у вас есть чтобы не сплутать это с ETL или или что то написать то нужно объединения дали все в join надо знать какая система под низом чтобы оптимально написать что если это какая-то реляциональная то мы знаем что есть статистика на табликах и есть индексы чтобы выкрасить это то если мы напишем кверк и в условии где будет предикат выкрасить какие-то столбчики на которых нет индексов то если бы оптимизирование не было он не может оптимизировать это он не создает индексы для этого автоматически и система будет сканировать данные поэтому нужно знать все-таки сферсистему и когда пишутся кверки для логических датамарктов то лучше бы это делала человек, который знает мое датабэкграунд и знает что там в сферсистемах использовать pushpredicate и кверифолдинг какомога больше для того чтобы кверифолдинг как раз кверифолдинг оптимизирование они как раз что они делают это кверифолдинг если мы натягали что-то себе накалькуровали в логическом датамарке то система автоматически конвертуется в сферсистемы это понятно то если три таблики из одного сорса то он понимает что эти три таблики из одного сорса он сбил кверки до этого сорса так чтобы join был на софсистеме а не тягнуть данные и делать join на дата virtualization платформе ну и налаштование кэшу то кэшинвалидейшн это очень вопрос сколько времени нужно чтобы держать кэш потому некоторые это автоматически делают только когда потребуется какие-то данные которые нет закешуют некоторые просто нужно время вказать сколько держать кэш после чего перекалькуровать это все это будет зависеть как быстро нужно получать для вас ну и в принципе несколько демо первое это BI платформа то в пару BI мы можем подконектиться до сорсов и например я могу подконектиться у меня два сервера но база данных та самая просто чтобы было simple но сама идея так есть один сервер я подконнекчусь до него возьму там две таблички и подконнекчусь до интерьк query включу чтобы не тягнуть данные и подключусь до другого чтобы третью табличку взяти и после этого я могу их сделать relation между ними и сбили какой-то репорт если есть вопросы то можете задавать то ты можешь что-то оптимизировать я не знаю как можно то что ну как Power BI сделать за нас query фолдинг и push предикатов но это все что мы можем сделать в принципе ну и это это выкорствовывать и импорт мод то там в принципе это будет фича кэшу запишевана на буте Power BI и мы можем еще сделать это нет безкоштовно как Power BI дископ безкоштовный это я использовал Power BI дископ который устанавливается он безкоштовный его можно скачать и использовать ну и это это тула это подконнектить избиловать семантичную модель какие-то калькуляции сделать чарты и насолодоваться есть платная для того чтобы начать уже какие-то анали шарить репорты или додатковые фичи это все веб сервис Power BI сервисы и там тоже есть free есть платная enterprise поэтому это безкоштовно и например у меня димпродукт я поменяю source на и нашел сервер и заберу заявителя табличку customer поменял сам аппликейт я буду две таблочки в ней и факт таблочкой из 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 Релешеншипы в нема, потому что они из других баз, но я их могу скуптировать. Продукты. Продукты. Релешеншип. Ставим боды. И так само. Кастомер. Ну все. Базовая виртуализация у нас есть. Мы можем. Буду ватайки. Черт. Там. Не знаю. Пусть так. Целепно. Там. Не знаю. Пусть так. Залопомо. Так. Там. Это, в принципе, из разных сорсов, то есть оно зафолдило квери до моих баз. Если мне нужно больше сорсов и еще и кешинг, какие-то калькуляции, то я могу переключиться с директ-квери на импорт-мод и у меня будет еще и кеш для этого всего. Ну и оновлюваться он будет, когда мы рефреш натиснем, а если мы запаблишем, то там уже налаштувати, как рефрешить его. Но это базовая виртуализация и для третьей группы аналитиков это может очень подойти ему, играть с этим всем. Но у нас, если мы билдаем, подконнектируем тут сорсы, все-таки, нет entry-поинта сингла, только для консюмера, который будет этим пользоваться. Ну и, в принципе, это относится к всех BI-толев, они все могут подконнектить и сделать релешеншипы, но нужно, как я сказал, перформанс, нужно убережно быть. То есть Power BI сделать какой-то query-фолдинг, но он умеет это делать не для всех со всех, а для релешеншипов, для всех, а не рееляциональные уже не может. Второй – это SQL Polybase. И, в принципе, он есть в SQL, но я буду показывать на SQL Big Data Cluster. Это, кто не знает Polybase или хотя бы имеет опыт с Hive и знает, что такое экстернал таблички, то это такой самый подход. В SQL мы создадим коннекшн, например, к Oracle. У меня есть Oracle где-то, я создаду свой экстернал дата-сорс, где я подконнекчуюсь и вказую креденшалы, потом я создаду табличку, экстернал табличку и это будет просто мета-дата. Тут у меня после создания будет вот такая табличка с написом экстернал и это не физическая таблица, т.е. данных там нет, это просто опис таблички, мета-дата. Но тут я вказаю, что я использую мой Oracle дата-сорс и табличка такая, дата-сорси. После этого я могу создать эту табличку и она будет отправить query на Oracle и возвращать мне. И это позволяет мне создавать себе эту табличку, сделать вьюшку поверх этого и иметь свежие данные для чего-то. Например, там будет у меня какой-то репорт на этом построенный, или в SQL я буду использовать в Machine Learning сервисе и на Python или на Array напишу какую-то свою аналитическую модель, которую они будут меня анализовать на свежих данных и экспозировать в мой application. То есть, в мой application я буду использовать какие-то там таблички из моей базы данных, я там подконнектился до другого соуса, прогнал в какой-то алгоритм и результат записал в таблице моего application. Application всегда имеет свои данные результаты. И я могу даже джойнити там с данными, которые у меня уже есть. Так, могу взять Oracle табличку, взять две таблички, которые у меня в базе есть и сделать джойн. И, в принципе, так как у меня это на буте SQL, я использую там только возможности SQL, это выглядит просто как таблички. И я там уже могу подконнектиться и там до Oracle, и до Teradata, до SAP. А, в принципе, например, до Teradata Oracle это существующий коннектор. Например, мы используем как протокол Oracle для Teradata, это будет Teradata. Так, можно подконнектиться також MongoDB. Можно подконнектиться до HDFS, або в блок сториджу, Azure Blob Storage. А, и ODBC. По ODBC мы можем туда любого дженерика драйвера ODBC можно будет подконнектиться. Но, на жаль, это доступно только на Windows платформе. Не имеем в виду, по DBC. А SQL на Linux недоступен на Big Data Cluster, потому что он на Linux. Вот, результат повернулся. Теперь за Join. Працюет. Так, мы можем пододавать это. И так как у нас один коннекшн, это просто коннекшн до SQL базы, то уже аналитики могут використовувати это. Або какие-то репорты могут это використовывать. И, в принципе, поли-бейс может делать пуш-даун предикетов. Но, если нужно за Join, то он не может это сделать. То есть, если у меня будут две таблики из Oracle, и они будут Join, то он не может отправить этот Join на Oracle. Он затягнет данные до себя, и потом будет сделать Join. То же самое и до Hadoop. То есть, до HDFS. Если есть таблики, то уже он не может это сделать. Он не может это сделать пуш-даун предикатом. И датамарты. То есть, если нам нужно сделать датамарты, то на SQL сервере мы сможем это сделать. У нас есть Column Store. Мы можем затягивать данные и делать датамарты, чтобы швидше репортинг был. И, в принципе, если вы используете Big Data Cluster, то под низом у нас еще и MPP. То есть, не просто SQL. То есть, DFS, показал-то, когда это кластер, я с HDFS. Поэтому у меня, в принципе, есть табличка. Clickstream. А, я настрою. Можно заставить. Кликстрим. Это фолдер в MMM HDFS. У меня есть файлик. Я могу створить Polybase табличку. Файл формат. Так. В целом, в целом, у меня теперь будет табличка тут. В целом, у меня есть параллельный набор точек 200-х, я не буду в реакцию. Если я закрываю, то она меня повернет. Она будет выглядеть так же, как External, с какой-то структурой, но теперь это с HDFS. В принципе, я могу интегрировать реляционные и нереляционные сосы, но Polybase не сможет подконнектировать с какого-то веб-сервиса, например. То есть это должна быть или реляционная, или нереляционная база данных. Это про Polybase. То есть можно, в принципе, сбилдить, дать виртуализацию. И снова таки будет зависеть от кейсов, которые вам нужны. Следующий – это Conduit. Conduit установляется, в принципе, на кластерах, на On-Prem, або на Azure AWS, на контейнерах. И тут мы можем легко строить себе датаконнектори. Это сейчас такой набор сорсов. У меня тут строили один для SQL, там до Blob Storage. И после этого он экспозируется как OData, как GDBC, ODBC, Valerius, Endpoint. И также может быть нативный Spark Connector. Нативный Spark Connector, потому что под низом он использует Spark. Когда мы, там, джойнимо, або квиряемо что-то, это билдается Spark Quaker и отправляется. И потом он может еще и кишевать это все. Сейчас у меня ничего нет, я вчера ковырял, он уже инвалидирует. Можно какие-то метрики монетировать. Он интегруется с Active Directory, имеет своих пользователей. Active Directory интеграция. Можно контролировать доступ. И что мне понравилось, это можно смотреть навантажение по каждому датасорсу. Еще можно смотреть, кто как использует, и потом там уже, або оптимизацию какую-то, и делать. И после того, как он у нас есть, мы можем... ... ... ... ... ... PAN BI. Нам put ribbon spark connector. Комнектория. и восемь сикул адвенчу вакс так осеной мои таблички оси маней позоваться блок сторож еще один блок сторож принципе и может давать и мы видим что мы открываем конектор тут мы можем паблиш как раз экспозаты на всю базу а какие там кримии 3 таблички вы можете выбрать еще самое экспозаты мне это можно на эмбл кейшн зробите або выкорствовывать джоинт кондью цикл энджин то спарк або выкорствовывать для того чтобы авторизацию там я можу налаштувати аксесс великий файл долго но я могу выбрать свою базу и сделать релешеншипы и после этого мы можем строить репорт у меня есть конектори у меня есть сингл энтрипоинт у меня есть возможность джоинтить это и кишевать то базовая как сказал там базовые возможности и в принципе пьюр дать виртуализацию подконектить экспозаты и дать доступ чтобы делать self-service какую-то аналитику квиквины но там если построить какой-то полноценный репорт на этом то нужно быть убережным ну и в принципе по-преднему экзамплее нам треба просто сбудувати релешеншип с продукту по таксап категории по это и не пункт а из фактов на бочку все я могу Спасибо. Вот такие. По большому. Go. Куле. Куле. Стопте. Есть фильтр на бутике стоить. Мы можем сбилдить. В принципе, схоже. Relationship есть, connection есть. Можем играть. И Метрикс. Я вижу, что мы там закешивались. Мы можем контролировать количество времени которое будет держаться. В принципе, Performance анализ, потому что под названием Spark, поэтому, в принципе, есть доступ к Spark History Server. Закрытый порт у меня. Звычайный Spark History Server, можно посмотреть и оптимизировать их, если нужно. И последний пример – это Dremio. Можно добавить дата-сорсы. даже сейчас можно разработать свои дата-сорсы. И когда у нас есть доступ, мы уже можем… там… это наши физические таблики, когда мы создадим какую-то Entity, например, Reflection, это моя логическая, потому что зелененькая, потому что вона… уже поверх моих существующих, и тут я могу обмелдить какую-то трансформацию. Я могу там давать другие дата-сорсы, оборудовать калькуляцию функций, join с другими дата-сорсами, группирование, и потом зберегти это как Reflection, и воно будет закешовано. У него есть дата-каталог, чтобы писать какие-то мета-дані про этот сорт. И, в принципе, можно дивиться и performance-оптимизацию, ну и коннекшени, або через ODBC, або есть нативные коннекторы Dreamio, Power BI есть такие. И это в принципе все. Деновый я не буду показывать, потому что тут очень морокий скачать виртуалку треба, чтобы поделиться. Я уже не стал это делать. Но воно очень сложный продукт, очень много всего. Так, некоторые вещи очень легко сделать, и много фич, но всегда надо задавать вопросы, нам нужны эти вещи. Даже если вам нужна виртуализация, даже Dreamio. Dreamio тоже не дешевый. есть комьюнити версия, но не будет enterprise клиента, а он нормальный десятки, сотни тысяч. в принципе это все. Если есть вопросы, то пожалуйста. нет так особо нет. У меня было на начале вопрос, как механизм виртуализации, но ответ было более чем достаточно. в другом половине ответа. Просто спасибо, Сергей, за информацию. Да, пожалуйста. Можно и нужно использовать. Особенно, когда уже есть SQL Server, это лучше. Просто виртуализация, весь аксесс, мониторинг через SQL Server. Уже все есть. Не нужно быть с перформансом, нужно смотреть на кейсы. Ну и если нужно больше возможностей, тогда уже смотреть на Big Data Cluster. Все. Все какие-то вопросы?